Итак, приступаю к испытаниям. Испытательная схема номер 1. Я буду подавать ток нагрузки, номинальный ток 16 А. Замерять буду только измерительными клещами, вот этими. У меня уже схемка собрана, вот вы видите, 16 А, ток нагрузки уже протекает. Три абсолютно одинаковые розетки. Видите, одинаково абсолютно. Соединены последовательно, то есть ток протекает вот таким образом. Через клеммы розеток последовательно, все вот таким образом. Тут еще у меня в третьей розетке подключена клемма заземления тоже дополнительно. И будем смотреть нагрев. На этих трех розетках сечение провода разное. 2,5 квадрата первая розетка, вот эти провода. Дальше переход на клемме СМК на полторашку. Вторая розетка, полтора сечения, провода естественно медные. И третья розетка, здесь соединена полторашка моножила. То есть это все цельная провода, моножила цельная, медная. Полторашка моножила с гибким проводом соединена. Это уже гибкий провод ПВ-3, тоже сечением полтора квадрата. Итак, прошло полчаса с момента начала испытания. Током нагрузки 16 А, температура в помещении, вот я показываю на градуснике, 23 градуса. Так, смотрим в тепловизоре. Смотрим сначала розеточку, где у нас 2,5 квадрата провод. Температуру. 38 градусов. Розетка, где полтора квадрата. Провод сечением зажат. Так, здесь уже температура 46 градусов проскакивает. Практически 47. Последняя розетка, третья, где провод полтора квадрата. Моножила цельный. Совместно зажат с гибким проводом ПВ-3, тоже сечением полтора квадрата. Здесь, как вы видите, температура уже под 60 градусов. Следующий отчет через час. Прошел час. Смотрим, что сейчас происходит с нагревом в контактных соединениях. Первая розетка, 2,5 квадрата провод. В принципе, не изменилось. Примерно 38 градусов температура. Так, вторая розетка, полторашка. Моножила 46, максимальная 47. Я думаю, вам прекрасно видно. И третья розетка, самые жесткие условия, где гибкий провод, без наконечников. Да, еще задействована клемма заземления последовательно. То есть, там нагрев идет всех трех клемм. 59,7, 59,8. Ну, практически 60 градусов. Ну, я еще подожду полчасика. Через полчаса, если ничего не изменится, я думаю, что ничего не изменится, то я эти испытания пока... Испытания последовательным соединением розеток с разным сечением проводов я приостановлю. Итак, прошло еще полчаса. Смотрим на розетки. Температурный режим. Ну, короче говоря, это, я думаю, не очень важно. Было 38, стало практически 37. Провод 2,5. Так, дальше. Вторая розетка, полторашка. То же самое, где-то 45. И третья розетка. Третья розетка. 56, так, 57 градусов. Максимальная температура. Останавливаю испытание. В принципе, температура установилась. Все уже понятно, видно. Самая низкая температура, где провод 2,5 квадрата зажат. Медный провод. Самая высокая, соответственно, где с нарушением зажата в одном зажиме. Полторашка гибкая, без наконечников. Самый большой нагрев идет. Испытательная схема номер 2. Поясняю. Это уже я буду имитировать, что воткнута определенная нагрузка. То есть, вилка в розетке воткнута. Ток будет протекать уже не 16 А. А в течение часа я буду подавать и 23 А. Все вы знаете, что розеточная сеть выполняется проводом 2,5 квадрата и защищается автоматическим выключателем на 16 А. который выдерживает, который отключится, вернее, при перегрузке в 23 А. В течение часа, до часа должен отключиться. То есть, возможен такой случай, когда у нас автомат выбран правильно и электропроводка сделана тоже правильно, но в розетку воткнули электроприбор, который потребляет 23 А. и только в течение часа, а может быть через час, только ровно, отключится автоматический выключатель. То есть, я вот это и буду имитировать. Устанавливаю я ток нагрузки. Здесь мне надо предел измерения измерить. Изменить вот таким образом. Выставляю 23 А. Имитирую нагрузку. Сделаю даже чуть-чуть побольше. Вот таким образом. Так, включаю секундомер и поехали. Включил секундомер и сейчас посмотрим, через некоторое время, ну давайте через 10 минут, посмотрим, какой будет нагрев с помощью тепловизора. Будем смотреть. Так, прошло 10 минут. Сейчас посмотрю, что происходит, какой нагрев. Сами провода 46 градусов, как вы видите. То есть, в первом эксперименте было 38 градусов, сейчас уже, как вы видите, 51, 52, 54 проскакивает. Но сама вилка холодная. Через пластик не показывает ничего. В общем, явного перегрева какого-то локального я не вижу. Самая большая температура контактного соединения, 58 градусов показывает. 13 минут прошло. Смотрим, что будет через полчаса. Что будет через полчаса. Ну, я думаю, что не изменится ничего. Будет то же самое. Ну, посмотрим. До встречи через полчаса. Так, прошло полчаса. Тачок даже немножко увеличился. 24,3 ампера. Включаю тепловизор. И смотрим. Смотрим на нагрев. Так, сам провод. 56 градусов проскакивало. 56. Так, посмотрим на сами контакты. Меня больше интересует само место контактного соединения. Так. Вот прямо туда заглянем. 60, 59, 60. Если вплотную совсем на место контакта навожу, 57 градусов. Вот здесь. Так, тут пластик. На пластик наводится. А здесь вот на железо. На железо там, то есть, вилка торчит. Штырь вилки торчит. То есть, тепловизор ловит само железо. Температуру самого металла измеряют. Это белые пятна. Это вот металл. 57, 56. Ну, примерно на 3, на 4 градуса горячее. Это через полчаса протекания тока в 24 ампера. Ну, 23-24 ампера. Так, ну, я еще подожду 10 минут. И через 10 минут еще раз сделаю замер температуры. То есть, получается, по секунду миру в 40 минут. Смотрим через 40 минут температуру нагрева. 61, 62. Это вот в этом месте. Так. Если сам провод измерять, 54. Так. 54 градуса в месте соединения доходит до 60. Здесь еще следует учитывать то, что сам провод, он охлаждается по всей длине. А здесь контактные соединения, они все компактны. Плюс еще оказывают влияние и контактное соединение провода в клемме и контактное соединение с вилкой. Ну, это следует учитывать, что это при протекании тока перегрузки. Я уже это считаю 24 А в течение практически 50 минут. Это такой аварийный режим, я бы так сказал. И ничего такого страшного я здесь не наблюдаю. Перегрева провода не происходит. В месте контактного даже соединения при самых больших замерах тепловизора я наблюдал температуру 60 градусов, не больше. 60 градусов температуру изоляция провода, ПВХ-изоляция держит без проблем. Ну, еще один эксперимент, то же самое, что и в эксперименте номер 2, но с розеткой, ну, самая дешевая розетка, которую я у себя в магазине купил, у нас по месту жительства за 75 рублей, с винтовыми клеммами, клеммы я прожал как следует, отверточкой, все сделал, протянул и включил. включая время и давайте посмотрим то же самое, какой будет нагрев в месте контактного соединения в этом месте с тепловизором. Посмотрим. Сейчас я ждать не буду, а включу через полчаса. Прошло полчаса, смотрим на температуру в тепловизоре. Отсюда смотрим с этого ракурса температура 64 градуса. Ужас! О, кошмар! Нет, разница-то разница-то видна. 64,4 в месте винтового соединения зажатого. 64,4 градуса. Там у той розетки седны было максимум 60. А здесь 63. Четко прослеживается. Ну, видно, да, что температура хоть и винтовые клеммы, а температура в принципе даже увеличилась получается при условии использования вот такой дешевой розетки. дешевая розеточка с винтовыми клеммами и при токе 23,5 ампера через полчаса температура встает выше, чем у аналогичной розетки, вернее, тоже у розетки, но другой, у качественной розетки с быстро зажимными клеммами. температура различается 62 градуса. ну что, дорогие друзья, испытания завершены, пора делать определенные выводы, для себя я выводы уже сделал, испытания показали, что контактное соединение в таких вот плоскопружинных клеммах розетки не нагреваются, ничего критического нет, и если задать мне вопрос, стал бы я применять такие розетки у себя дома, я бы ответил да, стал, потому что при номинальном токе все спокойно и даже при токе перегрузки в течение часа, полутора, три часов ничего критического не произойдет. Розетка показала себя очень хорошо, но это при условии, если вы, дорогие друзья, будете использовать качественное и проверенное изделие, не какой-то дешевый контрафакт, подделки, какие-то ну не знаю, некачественно сделанные изделия, в которых сэкономлено на все, на чем только можно сэкономить. Ну вы сами понимаете, что дешевым качественной розеткой быть не может. Ну не может она априори быть качественной. Все равно на чем-то да, сэкономлено. Покупайте качественное и не волнуйтесь о контактном соединении в таком быстрозажимном, самозажимном плоскопружинном. Что меня в этих испытаниях удивило, так это меня удивила вот эта дешевая за 75 рублей купленная розетка с винтовыми клеммами, которая почему-то грелась сильнее, чем вот шнайдеровская розетка седна. Я не знаю почему, я ничего не подстраивал, прожевал винтовые клеммы я хорошо как следует, потому что мне прежде всего для себя было интересно увидеть разницу между качественной розеткой шнайдеровской и между обычной, которая продается у нас везде в магазине. И разница, к сожалению, не в пользу дешевого варианта. Также, да, конечно, при токе перегрузки был перегрев, ну, как сказать, не перегрев, а разница в температуре между подходящим проводом в розетку и самим контактным соединением. Это когда вилка была вставлена в розетку. Но здесь это было не из-за самой клеммы, а это было связано с тем, что тут все в совокупности надо рассматривать, здесь добавлялось еще контактное соединение вилки с розеткой. И там это все рядышком, все вместе, все друг друга грело-нагревало, охлаждение хуже, и, естественно, я так понимаю, я так думаю, что температура была выше, чем у подходящего провода, который длинный и охлаждается по всей длине, охлаждение у него гораздо лучше в условии охлаждения, чем вот у самой розетки, где все рядышком, где все, так сказать, нагревается, горели друг друга. Поэтому спокойно используют такие розетки у себя в доме, квартире, применяйте, все нормально, все будет хорошо, все будет работать. При условии применения качественных изделий. Ну вот, на этом у меня все. На этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Пишите комментарии, делитесь видео в соцсетях со своими друзьями при необходимости, подписывайтесь на мой канал. Ну и до встречи в следующих видеороликах. Всем пока, дорогие друзья. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!